всем привет рада видеть вас на своем канале сегодня в работе вот такие ручки здесь покрытию но я всегда говорю что полтора месяца но на самом-то деле я не слежу за датами сегодня видео вы поймете что возможно здесь уже ближе к двум месяцам а может даже и больше вот так вот у этой клиентки по-другому никак я ее силком не затащу на маникюр нравится и так все и устраивает ради бога происходит от меня как от мастера дело только в одном сделать коррекцию тогда когда она попросит понимаю по комментариям от вас что есть мастера которых это жутко раздражает у которых там какие-то проблемы с переношенным покрытием я я не скажу что это дольше делать чем обычный маникюр который которому допустим четыре недели все точно так же убираю длину и дальше снимаю стари материалы все а там уже все точно так же маникюр и покрытие заново конечно если клиенты плохо носят покрытие из раза в раз какие-то отслойки жутки на пол ногти из раза в раз нужно эти ногти переделывать ремонтировать до наращивать наращивать понятно что это совершенно другая история я абсолютно не обобщаю я показываю видео и в каждом видео говорю конкретно про те руки с которыми я работаю в данном случае меня клиентка абсолютно не напрягает перенашиванием потому что у нее нет ни от слоек не поломок не трещин здесь обычная простая коррекция точно такая же как если бы она там допустим ходила четыре недели они два месяца так что вот что я имею ввиду естественная клиентки обо всем рассказываю и о том что можно поломать да она и ломала ноготь в мясо и ничего не повлияло здесь я опиливаю ту форму которая хочет клиентка как обычно она сказала квадраты но когда я сделала квадраты она берет свой ноготь смотрит на него горит можно вот уголочки скруглить еще скруглить еще скруглить еще скруглить но и в общем то вот вы сейчас видите результат вот этих вот просьб клиентки по поводу формы показываю ей все нормально она говорит да то есть эти углы я просто таки скруглила как будто на овал вот если бы вот это вот на треть ногтя прямая линия на торце то можно сказать что это овалы но нет на торце у нас прямая линия то есть это квадраты в понимании клиентки квадраты с удобными углами далее я убираю глянец и троши части ногтевой пластины в большей части я сегодня буду показывать вот этот новый так как здесь по левому синусу достаточно большой такой заусенец и я понимаю что работать с ним нужно очень аккуратно потому что малейшей притертость и там будет кровь заусенец прям таки живой можно сказать я далее выполняю маникюр все стандартно все обычно на форварде слева прочищаю прохожу по ногтевой пластине убираю остатки пти реги и далее щечкой фрезы работы с упором в кутикулу вычищаю там убираю все макрушки махрушки и шлифую кожу изнутри далее я на реверсе прорабатываю правую сторону на этом ногте по правой стороне работаю как обычно а вот с левой стороны очень аккуратно не дотрагиваясь я можно сказать там даже никакого маникюра и не выполняла потому что заусенец прям 10 и он у нее болит то есть это вот вот он был получен и когда вот я фрезой до него дохожу на а я и больно то есть все я туда не лезу лучше я не дочищу лучше там будет кусок кожи кусок кутикулы висеть чем я пораню но и остается только после среза зашлифовать кожу за два месяца здесь достаточно нарастает кутикулы фрезы шар трудновато ее срезать поэтому в таких моментах я использую ножнички убираю хорошенько пыль и далее покрытие наношу грунтовочный слой каучуковой базы хорошенько втираем материал поверхность вот такая у меня есть клиентка не знаю есть у вас такие клиенты или нет да конечно же за два месяца покрытие мягко сказать не очень красиво выглядит но опять-таки знаете вот этот мне нравится этот вопрос а кто здесь судьи жить с этими ногтями клиентки поэтому ей с ними ходить и ей смотреть на то как они выглядят и если ее все устраивает ради бога пусть живет так как ей нравится и пусть ходит с ноготочками столько сколько ее устраивать а мое дело выполнять коррекцию и дело каждого мастера брать дополнительные деньги за перенашивание брать дополнительные деньги за ремонт ногтей если переношенные ногти требуют ремонта тут уж можно найти выход из любой ситуации и сохранить свои нервы в целости и сохранности нужно найти тот вариант который будет устраивать и вас как мастера и клиента я делаю укрепление гелем это мастера нелс оттенки light от космо профи это самый любимый гель этой клиентки если проследить ее хренология она постоянно делает себе укрепление именно этим гелем и именно этот гель она оставляет как фон то есть ей вот эти вот бежевые ногти безумно нравится и я не знаю я мне кажется уже год подряд она вот делает только этот гель только этот цвет на своих ногтях дизайн она принесла мне на картинке ну дизайн тоже такой себе для меня ну мне кажется можно и покрасивее этот цветочек нарисовать было бы и я поначалу начала рисовать в другой технике но она меня остановила сказала in тут немножко не такой цветочек давайте нарисуешь так как нарисовано на картинке ну и собственно я убрала всю свою все свое рисование и нарисовала то что клиентка принесла мне на картинке в общем-то белым гель лаком я проставила точки в серединке нарисовала лепестки на некоторых лепестках тоже поставила точечки золотым цветом золотыми блесточками я кое-где оттеняю дизайн где-то закрашиваю лепестки где-то этот золотой выходит за пределы лепестков полностью лепестки я не закрашиваю общем так пятнышками а на второй руке она захотела сделать все то же самое только с серебристыми блестками вот такой дизайн у нас сегодня получился перекрываю все ногти глянцевым топом ну и собственно эта работа подошла к концу что на этих ногтях форма не инстаграмм на и можно было конечно бы это видео не показывает но принцип моего канала я показываю все что делаю на руках клиента поэтому и такую форму вывод видите у себя на экране инка пришла ко мне в час и можно было видеть что мы эту работу выполняли 18 февраля представляете и вот так эта работа относилась кстати пришла на на коррекцию только тогда когда у нее сломался ноготь на указателем пальце можно было видеть что она пришла 12 апреля на коррекцию то есть она почти два месяца проходила с этими ногтями без двух дней вот такая клиентка люблю ее очень очень нравится с ней работать потому что работы всегда выполняются быстро без каких-либо цветных покрытий сложных дизайнов и вообще очень приятный душевный человек я всегда получаю удовольствие когда работаю с этой клиенткой так что вот такая есть у меня история вот такая есть у меня клиентка ставьте лайк этому видео если она была вам интересно если есть подобные истории пишите в комментарии у меня на сегодня все всего доброго хорошего дня